SCP-722, Yormungand. Класс объекта Китер. Особый слой содержания. Из-за уникальных особенностей SCP-722, эффективность текущих процедур содержания не выяснена. В настоящее время процедуры содержания сосредоточены на удержании объекта в его текущем состоянии до тех пор, пока не будет найдено более надежное средство. Должно вестись постоянное наблюдение за мозговой активностью, сердечным ритмом и внутренней температурой SCP-722, а также за любыми изменениями в целостности и объеме ледниковых масс, в которых в настоящее время находится SCP-722. Особо стоит следить за ледником Кангер-Длугс-Суак. В различных участках ледника находятся 8 точек доступа. Все они закрыты воздушными шлюзами. Внутренняя часть ледника покрыта звукоподавляющим материалом. Каждые 4 часа в помещение, где находится объект, вбрасывается азот, охлажденный до почти жидкого состояния, с целью максимально возможного понижения внутренней температуры. Доступ в место содержания SCP-722 разрешен только в случае возникновения необходимости чрезвычайного обслуживания, которое должно проводиться командой из сотрудников класса D и специальной группы из по меньшей мере двух агентов с третьим уровнем допуска. Все те, кто получил доступ в помещение содержания, должны быть одеты в спецодежду для защиты от сверхнизких температур и экипированы прибором ночного видения, поскольку внутри освещения отсутствует. Сотрудники службы безопасности должны иметь при себе бесшумный игольчатый пистолет, использовать который нужно с предельной осторожностью. Если какой-либо сотрудник, выполняющий обслуживание объекта, попытается нарушить содержание SCP-722, то он, независимо от его уровня допуска, должен быть немедленно уничтожен. Сотрудники службы безопасности обязаны каждые 10 минут докладывать о текущем статусе. Если подобных отчетов не поступит, внутренние помещения должны заполняться азотом до тех пор, пока внутри не перестанут фиксироваться какие-либо признаки жизни. Всем агентам, приближающимся к SCP-722, рекомендуется не предпринимать попыток коснуться его, поскольку объект чрезвычайно ядовит. До дальних участков SCP-722 следует избегать любой ценой. В случае, если контакт с объектом все же произошел, агентам рекомендуется немедленно покинуть место содержания и сообщить о случившемся медику базы для обезвреживания яда. Описание SCP-722 был найден активистами организации Greenpeace, которые снимали документальный фильм о глобальном потеплении в районе восточных ледников Гренландии. После спуска в расселину, которая образовалась на южном конце ледника Кангер-Длуг-Суак, участники группы обнаружили внутри ледника сеть туннелей с гладкими стенами, которые вывели их к нескольким большим помещениям, в которых находилось огромное змеиное тело. После часового обследования находки, группа покинул ледник и отправилась в находящийся поблизости город Засекречна. В течение следующих часов большинство членов группы ощутили симптомы большого количества заболеваний, начиная от раздувшихся лимфоузлов и заканчивая быстрым некрозом кожи. Уже к ночи все члены группы скончались. Сотрудник фонда, находящийся в отпуске, узнал о случившемся и отправил соответствующие уведомления Верховному Командованию. ACP-722 Очевидно, что ACP-722 находится в состоянии длительного сна. Многие части тела существа оказались вмороженными в ледник. Предположительно, это произошло из-за обвалов и перестраивания части ледника за долгие годы. Обычно подобные объекты классифицируются как Евклид. Однако ACP-722 из-за своих огромных размеров, в настоящее время оценивается между 8 и 12 километрами, представляет угрозу для ближайших городов или даже для мира в случае пробуждения. Кроме того, у объекта имеются мощные защитные способности. Смотрите прилагающийся документ номер 722-А. Документ 722-А. Неопознанный токсин 722. Похоже, что кожа ACP-722 выделяет мощный токсин, который на настоящее время не удалось идентифицировать. Симптомы отравления, судя по всему, каждый раз случайны. Однако в итоге все всегда заканчивается смертью человека. Все попытки создать противоядие к настоящему времени успехом не увенчались. После вывода из тела отравившегося яд моментально начинает распадаться. К тому моменту, когда его доставляют в лабораторию, он становится абсолютно бесполезен. Извлеченный из тела яд все еще представляет смертельную опасность, независимо от примененного способа обработки опасных веществ. Учитывая потери среди рабочей силы и трудностей, связанных с поиском новых сотрудников, для места сдерживания объекта рекомендуется прекратить все дальнейшие эксперименты. Документ 722-Б. Защитные способности. Доктора засекречены, засекречены, засекречены и агент засекречены. 3-103-589. Высказали мнение, что яд SCP-722 не является защитным приспособлением, а представляет собой способ нападения. Данная теория основывается на отчете данной удалены, относительно инцидента данной удалены. Учитывая обнаружение опоров яда в дальних северных частях ледника и результаты вскрытия вдохнувшего его, можно предположить, что SCP-722 выдыхает менее сильный, но все еще смертельный вид яда. Исследовательская группа отметила этот факт, поскольку использование яда в качестве оружия характерно для земных рептилий. Документ номер 722-Ц. Уведомление. Запрет на экспедиции в ледник. С данного момента все экспедиции в ледник запрещены, за исключением чрезвычайного обслуживания объекта. После инцидента данной длины мозговая активность SCP-722 возросла на 0,9%. Все несанкционированные сотрудники, пытающиеся получить доступ во внутренние помещения ледника, должны сразу же уничтожаться, независимо от уровня их допуска. Агенты и сотрудники, не представляющие ценности, проявили неосторожность при работе с объектом. В связи с этим я хочу вам напомнить, что у нас дело мировой важности. Это же объект класса КТР. Если мы хотим, чтобы зона 103 продолжила функционирование, то мы должны быть бдительны и тщательно следовать стандартным протоколам безопасности. Мы его предшественникам сменили не без причины. Делайте как он и окажетесь с ним в одной лодке. Бригадный генерал секречен. 4-103-002. Документ номер 722-2. Уведомление. Предложенное объяснение относительно токсина. Доктор секречно выдвинул гипотезу о том, что между SCP-722 и другими крупными рептилиями может существовать филогенетическая связь, и что объект представляет собой безногую и стеклянную ящерицу, принадлежащую или находящуюся в сродстве к роду варанов, включая и комодского варана, он же дракон комодон. Данное утверждение он обосновал огромным размером и использованием некоторого некротического агента, производимого во рту, в качестве средства нападения. Доктор предложил отправить группу, чтобы взять образцы живой ткани для генетического тестирования, и если удастся, новые образцы токсина для исследования его на бактериологическую активность или наличие остатков бактерий.